Роспотребнадзор В то же время сам Китай возвращает карантин в нескольких районах недалеко от столицы. Новый премьер Японии ввел ЧП в Токио и трех префектурах рядом. В США и Германии новые антирекорды. После рождественской службы патриарх Кирилл отчитал ковид-диссидентов. Не следует пренебрегать требованиями медицины и предписаниями врачей, сказал он. Людей, не верующих в вирус, можно назвать глупыми. Их глупость сопоставима с неверием в Бога. И то и другое представляет смертельную опасность. Налоговики получили доступ к электронным кошелькам Юмани, ранее Яндекс.Деньги, Киви и Вебмани. Эксперты успокаивают, анонимность не пострадает, поскольку ее давно нет. Информация о кошельках и ранее была доступна государству, но по специальным запросам. Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти. Действующие ограничения сохранятся до весны, а потом обе страны начнут наращивать добычу. Фьючерсы сразу выросли до 52 долларов за баррель. Девальвация главных валют и стремительный рост биткоина уже больше 37 тысяч долларов заставили заняться майнингом «Газпромнефть». Компания запустила на месторождении в Ханты-Мансийском округе проект по использованию электричества от попутного газа для добычи криптовалюты, пишет коммерсант. По энергопотреблению мировая биткоин-сеть уже сравнялась с Казахстаном или Бельгией. Девальвация Ассанж останется за решеткой. Вестминстерский суд отказал в ходатайстве об освобождении под залог. В понедельник он же запретил выдавать основателя Викиликс в США, и это дало адвокатам надежду. Обвинение не согласно, оно готовит апелляцию. Всемирный банк обещает десятилетия стагнации и бедности. Авторы полугодового отчета прогнозируют глобальной экономике медленное и трудное восстановление. После падения на 4,3% в прошлом году, эксперты надеются на рост хотя бы на 4% в нынешнем. Но и это со многими оговорками. Главное – массовая вакцинация в большинстве стран. Пока же ситуации в эпицентре пандемии США, доклад называют хаосом. Форбс заглянул в кладовые массандры. Предприятие находилось в государственной собственности аж с 1889 года и было продано лишь недавно банку Ковальчука. Вместе с заводом и виноградниками новый хозяин получил самое роскошное в мире собрание вин – больше миллиона бутылок. Из них 10 тысяч – эталонные. Аксенов ранее успокаивал – раритеты никто не сможет продать, кроме государства. Аксенов ранее успокаивал.